здравствуйте друзья вопрос андрей 33 года из донецка кратко до событий 14 года успел выучиться на дантиста жениться и за три месяца до начала военных действий открыть кабинет в пригороде где я работал почти восемь лет молодец любимая дочь родилась уже в разгар бомбежек из-под которых мы бежали находясь практически на линии соприкосновения вся жизнь разделилась на до и после как и многих похожих на нас людей так вышло что кабинет в пригороде оказался сейчас по одну сторону отчий дом с родителями по другую географически разделенные 10 километров и там и там идут боевые действия я отчетливо понимаю что работать и перевести туда семью и ребенка выглядеть ненормально но именно так я и поступил я сам не смог бы внятно объяснить почему почему когда бомбят не увожу их почему зимой на улице было минус 25 и в доме не было отопления почему держусь за свой скромный бизнес почему когда через день перебивали свет мы начали работать от генераторов список этих почему очень длинный любого должно по идее хватать чтобы оправданно не рисковать и уехать парадокс понимаю как надо и не делаю как надо единственное почему кстати и пишут именно вам более трех лет как это длится все это время мы супругой обращались к теме иммиграции проблемы именно в специальности супруга кстати моя коллега то есть оба зубные врачи подтвердить этот диплом практически нигде нереально была возможность сделать это в чехии только но во время не среагировали теперь эта дорога тоже закрыта в других же странах процесс профадаптации предполагает практически обучение с нуля соответствующими финансовыми последствиями к которым будучи обнуленными событиями у нас мы не готовы ехать в соседнее северное государство желания нет так как деньги не есть единственное ради чего стоит начинать с нуля именно там мы хотим обычных нормальных вещей чтобы жизнь человека чего-то стоило чтобы работать и хотеть зарабатывать не порицалось окружающими людьми чтоб коррупция не убивала бизнес чтоб ребенка не было страшно отдать школу чтобы жизнь не была политизирована на уровне ссср с цензурой запретом соцсетей чтобы не было стравливание людей на любой идеологической почве но наша неплохая профессия фактически не позволяет претендовать на выезд из этого ада дошло до того что вы построили список стран в порядке валового национального продукта индексов счастья и так далее и распределились супруга их почетным и нечетным начав строить юридические тонкости нострификации языковой адаптации прочих моментов может дело в нас но мы вообще ничего не нашли на смену этому пришла апатия депрессия все больше опускаются руки пожалуйста может быть вы исходя из богатого вашего и не только вы ведь знаете вы ведь сотни таких писем получаете опыта найдете несколько слов для нашей беды спасибо большое заранее андрей ваш подписчик самое самое трудное как бы в ответе на этот вопрос это некоторое чувство стыда что ли вот мы сидим едем там мирное место солнышко светит всего вокруг достаточно каждый третий там с метровым брюхом от переедания знаете и вот сидим мы и говорим как вот быть человеку который в зоне значит соприкосновения там враждующих армии и ну ну что делать значит все таки вопрос задан поэтому не ответить было бы еще большим свинством поэтому давайте мы попробуем проанализировать значит есть такой человек я начну с этого его зовут билл косби это такой как бы юморного жанра человек комедиан фильмах снимался такой его вся америка знает сейчас там на него наехали судят за всякие сексуальные домогательства не знаю там кто прав кто виноват в общем сейчас еще такая известность появилась но не суть значит билл косби известен тем что он всякие высказывания такие интересные делает его по цвета на цитаты как бы разбирают периодически вот у него есть цитата я специально записал под для этого видео я сразу по-русски это скажу значит чтобы быть успешным и так чтобы преуспеть твое стремление к успеху должно быть больше чем страх неудачи это не совсем как бы один в один в один да вот к нашей ситуации относятся но получается что значит наш герой андрей у него с одной стороны есть вот этот вот кабинет дантийский и он как бы держится за него это это его связь с жизнью и его профессия это для него связь с жизнью он нет нет не просто вот там ну как неважно какая профессия поехали там куда-то пойти он любую миграцию рассматривает через призму того могу ли я продолжать работать по моей профессии он хорошо к ней относится и профессия такая видите что действительно там целый мир если ты приезжаешь другую страну там помимо самой профессии там еще начинаются там тонкости скажем из медицинского страхования вот этого дэнтал иншуранс там и тогда как деньги брать это помимо того что надо просто там сертифицироваться лицензироваться и так далее в соединенных штатах донтисту не нужно пройти заново весь курс обучения насколько я это знаю то есть здесь много людей медицинской профессии из бывшего ссср из стран бывшего ссср которые стали врачами и донтистами просто врачами обычными медицинскими и они конечно должны были чего-то доздать и должны были заново там пройти какую-то практику на госпиталях там и так далее вот но тем не менее вот она она уже оплачиваем поэтому есть люди я знаю я знаю лично людей которые за полтора два года подтвердились и стали американскими врачами из там врачей советских у кого-то это занимает три года у кого 4 у кого 5 конечно конечно в это время он должен ответить на вопрос а как я живу значит как правило в такой ситуации вот есть два супруга есть ребенок значит один супруг работает содержит семью а другой значит вот ускоренными темпами как может значит подтверждается профессиональный движется дальше и тогда можно можно сразу если хочется быстро можно делать что-то более простое но в той же области там чтобы начать зарабатывать конечно ты не заработаешь столько сколько врач но зато это будет быстрее можешь потом потихонечку там я не знаю наверное это уже намного сложнее там ходить сдавать до сдавать лицензироваться но в общем я я только к тому говорю что заново уж прям совсем заново учиться не надо в сша во всяком случае вот значит к северному соседу ехать не хочется а к северо-западному там беларусь какой тоже наверно не хочется я так понимаю значит а хочется нормального нормального из того описания которое здесь было это как бы странно развитого капитализма то есть вот северная америка европа австралия новая зеландия но вот а что что там еще остается а значит да конечно профессия в данном случае является таким стопором все это истории потому что как бы трудно найти профессию которая бы и сложнее было в конвертации там из страны в страну понимаете то есть действительно такая профессия но с другой стороны ребята-то молодые то есть 33 года это не 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 68 эти все-таки все-таки можно можно что-то еще попытаться сделать есть люди которые в 40 лет эмигрируют и и постарше есть и 50 есть вот но может быть 50 он бы сказал себе ладно уже просто буду работать там но может быть не врачом но где-то около этого то есть уже нет нет смысла там рвать на себе одежды а в 33 года еще все хочется и все может и я бы все-таки расставил лошадь поставил вперед телеги иначе вот это повозка никак с места не сдвинется значит и лошадью является эмиграция значит когда ты эмигрировал ты сразу попал в какую-то страну где тебе уже нормально жить будет на долгую перспективу значит вот ты уже попал в правильную страну чтобы это в этой стране состояться нужно потратить некоторое количество лет это может быть три года это может быть 5 это может быть 7 это не 25 но в сша во всяком случае я не знаю как бы так вообще принято считать что где-то от трех до семи ну от пяти до семи лет уходит на то чтобы стать тем кем ты в принципе можешь стать и вот значит ты говоришь себя у меня есть на 5 7 лет но вы себя не не лимитируйте даже 10 но если вы в 43 года станете тем кем можете стать у вас еще слава богу там 25 лет до пенсии да еще можно пожить неплохо вот поэтому да и не говоря о том что эти десять лет вы тоже не будете жить на передовой а будете жить спокойно вместе там как бы где уважают человечки достоинства где не опасно ребенка в школу послать там и тогда вот вот это все и где никто вас не осудится то что вы хотите заработать там лишних там три копейки или или даже 3 миллиона быть никто слова плохого не скажет поэтому вот вот я бы начал с иммиграции иногда иногда бывает такая история что профессия является двигателем иммиграции то есть вы думаете вот как мне иммигрировать там первый вариант 2 3 4 5 и вам говорят но вот у вас такая профессия которая позволяет иммигрировать она становится вот этой лошади понимаете у вас такой профессии нет поэтому вы свою профессию в телегу так и ищите способ просто способ иммиграции и вы говорите себе я приеду там на новое место и я буду разбираться как там вот значит осваиваться вы конечно можете заранее заранее собрать очень много информации там полным полно дантистов их жен там и свекрови вот на разных форумах они вам там расскажут массу тонкостей как что чего там и так далее но составлять индекс стран там потому насколько люди там счастливы и так далее это может к вам вообще отношения не иметь может быть чтоб там быть счастливым надо было там родиться это же не индекс части иммигрантов которые там вашего возраста образования там культуры и так далее как то как они вот оценивают это совсем другие люди оценивают когда мы только приехали в сша был какой-то семинар у нас гоняли по разным семинарам чтобы мы учились американской жизни и вот был семинар о том как работу искать в америке и там девочка соплюха реально там не на 22 23 года вот она нас учила то есть сама в жизни там наверно ни одной работы не нашла но тогда нас учила как искать работу и она говорит а это рецессия еще время такое погано и она говорит что вот мол по статистике какую-то статистику приводит что каким образом американцы находит работу и говорит вот через знакомых через знакомых через внутренние связи вот как мы часто через нет я не помню конкретную цифру там допустим 70 процентов через газеты 5 через там я не знаю джок фэр это ярмарки там не знаю 4 и так далее и вот значит помилуй а чё ты мне это рассказываешь мы же иммигранты мы же здесь не родились я в москве бы тоже так трубку снял 5 звонков сделал там четыре предложения работы бы получил на следующий день вот действительно вот научила это же не относится статистика ко мне а иммигранты как работу находят давай так как находят работу иммигранты у которых network никакого нет не но может быть тоже кто-то тебя приведет там улицу подметать он там рядом знакомый был конечно но в принципе вот так с образованием если люди как они находят то же самое вот эти индексы счастья там и тогда это все ерунда абсолютно это к вам вообще никак не относится есть страны опять же в которых вы как бы приедете иммигрантами и будете иммигрантами и дети ваши там будут иммигранты то есть вы будете как бы второго сорта такие не не то что ваш прям уж так официально второго сорта вам вам не повесят там желтую звезду на пиджак без которой выходить нельзя нет этого не будет это на другом уровне все произойдет а есть страны иммигрантские которые охотно берут иммигрантов и иммигранты эти не живут там в параллельной какой-то цивилизации а живут вот вместе со всеми и и к ним хорошо относятся в целом поэтому и стран этих немного но вот есть сша есть канада есть австралия из новая зеландия ну вот вот такие где где еще есть а может еще где есть я так не специализирует вот и и вы там будете как все в общем поэтому ваш выбор стран лимитирован бесконечно ну предельно лимитирован ну хорошо вот вы говорите себе ну там посмотрите какие программы есть канаду посмотреть какие программы есть сша или не программа ну скажем так каналы иммиграции в том числе политического убежища если вы уж на передовой то живете господи вот и и все вот это ваш это ваш путь если вы хотите реально что-то поменять отложите профессиональную часть этой иммиграции даже если вы ее пристегнете и как бы вы в ушко игольное вот это вот не войдете понимаете над сначала в ушко а потом уже ниточку за собой тянуть а если вы с этим клубком в ушко не проходит если вы любите профессии если вы привержены и так далее о чем разговор но я я имею ввиду что о чем разговор что так она будет она может быть не с первого дня будет но она будет второй момент состоит в том что ну может быть не обязательно быть дантистом понимаете вот я это как раз стою на такой переправе где люди с одного берега на другой то есть из одной профессии в другую и вот я сижу на этой переправе там все перевожу как могу и дантисты у нас тоже были кстати вот замечательные были парни вы можете на слове нас на слово дантист дантист поискать у нас на канале у нас был совершенно замечательный парень да ну поглядите в общем помоложе может быть немножко и он был абсолютно абсолютно нацелен на то я не знаю чем кончилось правда но он был абсолютно нацелен на то чтобы поработать годик-другой там этим тестером и и потом переквалифицировать он помоложе был ему может быть лет 26 там было 27 я не помню а по моему звали алекс дантист вот на дантист поищите вот и он был абсолютно уверен что он вернется в профессию он очень любил и и профессию все ему все классно было но он говорит свинут ну хорошо но иммиграция но не с первого же дня потому что если с первого дня то нет никакой иммиграции я постоянно вот ну не не данном случае вот но я постоянно вижу такие вопросы типа вот если я приеду в америку а я вот там не знаю кто системный администратор сколько я получу на старт или там я вот такой то сколько я получу на старте быть ну вот столько могут так вот столько мне смысла нет я хочу я тогда тут останусь если вы видите иммиграцию как сиюминутный выигрыш в чем-то это бывает есть люди у которых есть сиюминутный выигрыш прямо сейчас вот он допустим подметал улицу там а теперь подметает тут он мгновенно получает выигрыш ну ну правда или он там работал я не знаю где-нибудь в томске тестировал программное обеспечение там за 350 долларов в месяц а тут он приехал баха ему там 75 тыс конечно он чё сразу выиграл в один день но подождите но но вообще это не в основе это не лежит в основе иммиграции миграция совершенно другой процесс вы как бы определить еще хотите вам мирного неба или вам чтобы как бы забыл забыл лечебный кабинет перенести с места на место и и начать вот так свою новую жизнь эти все-таки приоритеты то есть я думаю что абсолютно все решится у ребят и очень хорошо решится из профессии я думаю решится и вообще совсем если только они вот вот таких действий по вычитыванию рейтингов перейдут к практическому такому воплощению о солнышко светит не могу ничего делать в общем перейдут к практическому воплощению того чего они хотят сделать ну нужно действия какой-то бездействия значит такая так и останемся там где есть счастливо